всем привет я натали приветствую вас на своем канале очень рада что вы ко мне зашли и сегодняшнее видео я хочу посвятить своей коллекции миниатюрной парфюмерии но сразу скажу что я ее собираю довольно недавно около двух месяцев поэтому она не очень обширная пока в этом видео планирую показать 12 моих первых миниатюрных ароматов буду доставать их вот из такого ящичка сейчас мельком покажу чтобы для затравочки не было все понятно буду выкладывать их вот на такой парфюмерный подносик я выкупила на алиэкспресс что-то там около 1000 он стоил считаю что с такие деньги он просто прекрасен и всю свою парфюмерию я храню только на нем благо она пока сюда помещается так ну давайте наверное сразу вам скажу что это видео я снимаю без штатива с рук поэтому прошу прощения за то что видео может иногда дергаться я постараюсь этого избегать как могу ну и без длинных предисловий показывает свой первый аромат именно с него началась моя коллекция миниатюрок это знаменитый ланком ля виа бель это прекрасный конечно аромат все думаю с ним знакомы это первый самый вариант аромат это не фланкер это основной вариант он мне достался вот такой вот красивейший просто коробочки подарочный купила я ее на авито у девушки до срок но у меня не возникает никакого сомнения относительно его оригинальности потому что я знаю что ланком вообще любит баловать своих покупателей такими подарками в виде миниатюрок и вот это одна из них домик открывается вот так вот наверх ну вообще история по моему просто милота аромат достается вот из углубления вот такого-то красивого уже коньячного цвета я проверяла побачу срок действия срок годности в норме для меня это очень сладкий очень такой статусный дорогой элегантный очень женственный аромат но он в то же время довольно возрастной он не на каждый день скорее он по случаю но для тех кто любит сладкие цветочные ароматы я думаю однозначно вы не останетесь разочарованы коробочки буду ставить вот сюда вот назад до тех пор пока пока не будут помещаться и раз уж мы сговорили о ланкоме вот вторая миниатюрка которая у меня есть это как раз фланкер от 1 ля вебель по-моему этот аромат вышел кажется в 2020 вот в этом году либо может быть в прошлом и также здесь все классическое классическая упаковочка но мне конечно безумно нравится вот эта вот история с глиттером у меня сегодня даже маникюр под нее обожаю я конечно сорока все блестящее но обалденно просто очень мило а сам аромат выглядит точно так же то есть тот же самый флакон форма в виде как многие говорят улыбки но различия во первых вот в цвете этого прекрасного шарфика если думать что этот аромат олицетворения там не знаю женской фигуры да то для меня вот этот повязочка вокруг горлышко это как шарфик вокруг шеи парижанки да он здесь интенсивно такой алый малиновый сам аромат для меня тоже очень приятный наверное даже не уступает оригинальной версии но здесь больше цветов он несмотря на слово интенсивно для меня немножечко тоже про цветы про сахар про сладость просто немножко другие ноты подобраны немножко по-другому замешаны тоже шикарный аромат цветом жидкости кстати тоже немножко отличается если классический больше в желтая то этот больше в такой в чай в коньяк продолжаем историю с ланком аромат прошлого года это айдол или если читать на французский манер это идоль аромат в когда вокруг которого было столько разговоров столько денег столько рекламы то чем он мне больше всего нравится это флакон да это хайп вокруг самого тонкого флакончика в мире флакон реально просто кайф здесь вот сделаны такие углубления под палец вот в миниатюрке это кстати видно когда я смотрела рекламу не видела вот эти вот углубления думаю что стенка просто гладкая без вмятин каких-то но он удобный поскольку из-за такой толщины держать флакон наверное не всем будет удобно я думаю что он будет часто падать идет выемки они да очень нужны сам аромат многие говорят что квинтэссенция просто всего что есть на рынке здесь взяли и мешали не запариваясь честно скажу у меня нет такого ощущения что вот я его вдыхаю и я прям вспоминаю что он на что-то на сто процентов похож нет для меня это аромат новый но честно он абсолютно такой классический в духе ланкомовских этих всех историй цветы свежесть но доходя до сердца он мне вообще окончательно перестает нравится все что мне в нем нравится это верхние ноты познакомиться наверное стоит не знаю себе ни один из вот этих ланкомов я бы не купила в полном размере и последним а кстати про айдол чуть не рассказала вам у меня есть еще версия вот такая вот идоль интенс линтенс версия 2020 как раз года там малюсенький пробник не знаю насколько наденет на 1 и 2 миллилитра на мне его девушка подарила в покупку в подарок за покупку как раз вот этих двух ароматов и еще один покажу то же самое то же самая история только по насыщение в принципе даже различия особых между ними лично для меня никаких нет то есть аромат не исправился с переизданием для меня он не стал более интересным следующая красота действительно прям красота от ланком это мой последний аромат от ланком это трезор это переиздание ну то есть фланкер я ньюит маск даймонд аромат на сто процентов про мускус просто в моем понимании здесь кроме мускуса не положили ничего но я ему готова простить наверное все потому что выглядит флакон вот так видите он вроде бы как на просвет прозрачный такого молочного дымчатого цвета но когда его оборачиваешь к солнцу да к источнику света он вот такой вот втиркой жемчужиной отливает это потрясающе я знаю классический трезор он мне не очень нравится для меня он чересчур вечерний я бы на себе его наверное не носила и ну не потратила бы денег чтобы иметь полноразмерный флакон в коллекции но в виде миниатюры я бы с удовольствием его приобрела вот эта красота у меня только для коллекции то есть пользоваться или не буду аромат не мой но по моему это смотрится просто божественно красиво это великолепно вообще если говорить о новинках вот прошедших двух лет как раз закончу историю то о чем вы наверняка знаете слышали читали миллион он отзывов обзоров это эвсен лоран это либра это потрясающе это та история когда аромат мне нравится от и до начиная вот с другой упаковкой и заканчивая вот этой потрясающей красотой миниатюрка кстати не типично для этого формата большая здесь семь с половиной миллилитров как эти у меня уже там ну я им попользовалась в этот аромат у меня влюбилась даже моя мама единственный минус для меня где-то секунд через десять после нанесения он безбожно просто уходит в мыло в какое-то вот самое настоящее мыло потом выравнивается и он безумно тоже дорого статусный элегантно звучит но при этом в отличие от левейбель например он он про такую про ежедневность про базу это точно дневной аромат но можно его легко использовать и вечером он просто потрясающе раскрывается у него шикарный шлиф отличная стойкость единственное что будете себе покупать миниатюру или же полный размер я задумалась уже полный размере хотя бы в 30 миллилитров что мне реально очень нравится аромат так вот не пользуйтесь им ну обильно да то что муж мне сказал после того как я однажды им воспользовалась вечером перед тем как идти к друзьям мы потом вернулись уже часов через пять засыпали и он мне сказал господи это так пахнет у меня пахнет вкусно но у меня даже голова болит так что пожалуйста с ним действительно нужно быть поаккуратнее следующая миниатюрка то что тоже не нуждается наверное в представлении ну давай фокусируйся да 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 та самая императрица шальная не шальная настолько популярный аромат что его и обожают и ходят на каждом углу многие от него устали многие говорят что это ароматы для там девочки 11 лет и после школы с этим ароматом нужно заканчивать я с ними взяла я с ними не согласна этот аромат люблю безумно для меня это аромат на сто процентов про груши про цветы про сладость про весну хотя я вас не познакомилась зимой до сих пор для меня он ассоциируется с зимой он шикарен будем зимой в холодную погоду раскрывается очень красиво статусный как мне кажется он дорого звучит он может быть надоедающий только из-за того что он уже настолько популярен и свое время когда он вышел до лет десять назад он слышался просто с каждой второй если не с каждой 1 из каждого угла просто наверное это удел всех очень популярных парфюмов я его услышала в 2012 после этого побежала себе покупать полный раз полноразмерный флакон но кстати вот эта черная пятница меня не оставила равнодушно я себе купила вот такой флакон полноразмерку 30 миллилитров отхватила его в летуаль на скидках и этот флакон мне обошелся в 1980 рублей напомню 30 миллилитров я считаю что ну для такого аромата да для дольче габбана цена более чем просто обалденная буду пользоваться сама либо не знаю на крайний случай кому-то ему кому-то его передаю так ну про что мы разговариваем дальше дальше наверное поговорим тоже про очень известный аромат versace bright crystal я к своему стыду отношусь к всем людям которые совсем вообще недавно с ним познакомились и только благодаря от меня тюрки выглядит она я думаю вы представляете как вот это точная копия полноразмерного флакона с такой же прекрасный красивейший шикарный крышкой формате кристалла вот это вот ну блин оформлением просто великолепно я в восторге это действительно кристалл моей коллекции бриллиант помогали коллекции ну не могу сказать того же самого об аромате он красивый он неплохой он тоже очень известный узнаваемый но для меня это далеко не талон красиво красивого парфюма для меня он сбивается в мыло довольно быстро тоже тоже цветочный сладкий весенний и да 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 он очень женственный при этом не возрастной мне кажется разброс по воздуху по возрасту здесь такой большой может быть от девочки там не знаю 18 лет до женщины там 40 50 лет тоже легко ну и продолжим эту историю с кристаллами вот это вот моя самая последняя покупка желтый желтый бриллиант уже должен не кристалл уже бриллиант очень тоже красивый флакон точно такой же как и в основной версии фланкер но естественно желтого цвета для меня трава даже поинтереснее все говорят что самый прикольный из этих четырех есть еще черный до кристалла и есть еще розовый такой ярко-розовый у versace он называется тоже bright crystal с пометкой absolu вот именно его все хвалят вот об этом аромате противоречивое мнение я тоже не скажу чтобы он стал моим любимчиком после того как я с ним познакомилась но он по крайней мере он интересный да он мне не напоминает что-то вот избитая он не настолько мыльный как оригинальная версия флакон тоже выше всех похвал я очень хочу я уверена что у меня в коллекции появится еще розовый черный кристалл я просто обыщу все магазины все и луи все авито но я себе их найду так versace кстати вот что хочу о них сказать именно versace очень молодцы в плане того что они действительно много своих парфюмов ароматов выпускают в миниатюрках поэтому найти довольно легко так давайте раз уж мы говорим сегодня в основном об очень известных ароматах аромат наверное которые знают ну каждая если не флаконы название трудно произносим эту аромат реально знают все это ван винчик это экля дар пеш да который переводится как арфа я кстати читаю по-русски ланвин если читать по французским канонам это конечно ланван ну мы с вами в россии поэтому будем читать так как нам удобно да простят нас французы миниатюрка моя уже такая хорошенечко початая потому что полноразмерного флакона у меня нет только миниатюрка и я да я ее пользуюсь с удовольствием этот аромат я люблю он конечно очень избитый уже очень известный с такой вот красивый тоже крышкой здесь есть такой кристалльчик тоже как и на оригинальном флаконе это же вот такие вот обручальные или даже ну да обручальные колечки золотого цвета вокруг крышечки точно так же все как в полноразмере для меня это аромат не случайно сиреневого цвета здесь очень много сирени здесь очень много цветов он очень свежий очень такой просторный он про свободу про молодость он подойдет девочкам которые только начинают свое знакоме знакомство с парфюмерии и наверное один из лучших вариантов вот познакомиться с таким доступным люксом которым относится ван ван для меня это аромат про молодость про весну скорее всего наверное про апрель когда уже тает снег когда такой мокрый снег уже лежит подтаивает проталинки когда уже поменялся воздух ты знаешь что вот еще неделька-две и все окончательно вот станет таким цветущим теплым что зима уже не вернется этот вот аромат про пробуждение про весну про природу и про наверное молодость самой жизни поэтому но он прекрасен атлан ван у меня кстати есть еще аромат в миниатюрке это наверное второй самый известный аромат у этой фирмы да тоже наверняка многие вы знаете фокусируйся айфончик не хочет даура это жанна тоже миниатюрка в четыре с половиной миллилитра здесь есть немножко небольшое отличие от полноразмерного флакона нет вот этой вот фатиновый по моему такой повязочки вокруг флакончика в остальном тоже полное повторение полноразмерного флакона если лекля д'арпеж у меня аромат для меня про весну и про апрель то вот это вот конец мая лето теплое лето не жаркое но теплое точно это компотик такой аромат по моему 2006 года поэтому он тоже уже очень известен очень был популярен в свое время да и до сих пор его очень многие покупают для меня это такой вы знаете цветочно фруктовый цитрусовый лимонад с цветами то есть а и ягоды да и вот такие холодные замороженные ягоды потрясающие потрясающие очень красивые так вот уже сколько у нас осталось у нас осталось всего два так про что хочу рассказать про следующее ну давайте это не на ричи первый самый аромат красное яблочко то есть всяких передание было огромное количество я не знаю даже сколько было всего просто считать наверное уже сложно даже поэтому у меня вот аромат который выход вышел самым первым это да вот это вот красное яблочко я честно влюбилась вот аромат вообще просто в нем есть все что я в ароматах люблю то есть он сладкий он может быть не очень стойкий но он вкусный то есть для девушки мне кажется вот кто любит послаще кто любит цветы ягоды просто потрясающий вариант единственное что да в старте у него есть спирт это точно я его каждый раз чувствую но он просто потрясающие раскрытие он очень красивый я вот честно говоря уверена что рано или поздно на меня появится хотя бы в 30 миллилитровом флаконе ну потому что просто мне он реально очень нравится он такой своей сладостью какой-то он да он поднимает настроение просто мне безумно нравится поставлю его сюда и последний аромат о котором сегодня хочу вам рассказать поговорить показать тоже такой розовенький ну вуаля это маскина маскина их серия фреш тоже есть много переизданий это не первый аромат то есть это фланкер кажется семнадцатого года туалетка наверное многие его знают если не знаю то вам приготовьтесь увидеть очень оригинальный флакон пожалуйста стеклоочиститель на вот такой было очень много разговоров на самом деле когда вышел первый самый маскина именно вот в аромате первый фреш аромат из этой линейки с такой синенькой наклейкой было очень много о нем разговоров произвел такой форму маскина да они такие хулиганы у них эпатаж всегда наверное на первом месте я отношусь к тому лагерю который поддерживает которому нравится такая вот форма мне кажется они просто очень хорошо постебались это такая насмешка над всем миром моды да потому что на самом деле когда стоят вот ароматы в полноразмерном флаконе на столике реально он очень похож на стеклоочистителя и не подумаешь что это духи к сожалению для меня на этом все плюсы заканчиваются на то что на том что это вот такой флакончик оригинальный супер стеклоочиститель из домика для барби кстати у меня получилось так что я его купила за сущие копейки 150 рублей представляете нашла за 150 рублей просто потрясающе этим я очень довольна несмотря на то что аромат вообще ну просто на сто процентов мимо для меня он просто химознейший здесь есть в сердце роза нет вообще он вообще не вызывает никакого никаких приятных ассоциаций стартует таким взрывным сочным розовым грейпфрутом цитрус и я люблю в парфюмерии в принципе это наверное из пирамиды самое большое его преимущество для меня вот цитрусовый такой старт грейпфрутовый потом проявляется такая горечь от корок от цедры и к сердцу он сбивается в пыльную химическую синтетическую ненатуральную розу поэтому для меня он просто мимо 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 для меня он резкий спиртовой и химический ненатуральный то есть я бы не хотела чтобы такой аромат смешивался вот с запахом моей кожи чтобы я ассоциировалась у людей с таким ароматом но вот то что он украшает реально мою коллекцию это факт плюс вы знаете это ну вот в этой коллекции fresh москина есть три аромата вот самый первый тоже я его разыскиваю обязательно его найду и после вот этого розового флакона выходил еще москина fresh gold вот этот вот розовый москина fresh pink и есть еще полностью такой отлитый как будто из цельного куска золота москина fresh gold вот на него кстати у меня есть надежда и в парфюмерном плане не только в коллекционном поэтому я тоже себе вот как в истории с versace я думаю что я найду все вот эти вот стеклоочистители гламурные для барби и обязательно они у меня будут вот здесь вот стоять ну что ж вот все все я вам и показала здесь 12 ароматов всего дюжина собралась она у меня где-то за ну не полные два месяца но честно говоря это я так убивалась то есть это я что-то мониторила искала что-то покупала в магазине своего города когда заметила что у них не только полноразмерные флакончики есть но и миниатюрки вот и большую часть я приобрела с рук через авито через юлу вот допустим вот этот вот трезорчик красивейший вот с этим бантиком с розочкой ну невероятно просто потрясающая история тоже он мне с рук достался всего лишь за 350 рублей представляете хотя в магазине он бы стоил ну я думаю что 600 как минимум довольно дорого обошелся мне брать кристалл вот этот потому что я покупала его в магазине и кажется он стоил что-то около 750 рублей и точно такой же до переиздания желтые в желтом флаконе yellow diamond я нашла тоже срок в самом городе у девочки она не продала за 400 вот поэтому супер не знаю эта коллекция не такая уж и дорогая пока я веду учет что когда за сколько покупаю и вот пока у меня получается что вот все что есть на этом парфюмерном подносике у меня выходит где-то на 5000 может быть с плюсом там что-то 5 400 вот так вот ну честно говоря вот то удовольствие которое мне приносит эта коллекция по новос лихвой окупается окупает эту сумму я буду продолжать ее собирать даже вообще не знаю как я остановлюсь ну вот я вас благодарю за то что вы посмотрели это видео уверена что в скором времени я запишу второе примерно на то же количество новых миниатюр покажу вам их тоже может быть когда подкоплю побольше полно полноразмерных флаконов тоже сделаю похожее видео спасибо за внимание вашей натали надеюсь вам было красиво интересно заходите ко мне на рекоменды там очень много обзоров на духе